Приветствую вас, друзья! Сегодня хотелось поговорить о таком явлении в нашем обществе, как толерантность. Само это понятие пришло из медицины. Это такое привыкание организма к сильнодействующим веществам, к наркотикам, к психотропам, к лекарственным препаратам. То есть, когда организм перестает реагировать, знаете, и организм как система перестает реагировать на гадость разную. Наркотики, опиум, например, да? Вот человек употребляет опиум, и каждый раз ему для того, чтобы довести свое сознание до эйфории, нужно все больше и больше доза. Это явление называется толерантность. Это такая своего рода болезнь человеческого организма. Это само слово имеет латинские корни и означает терпимость, да? То есть, толеранты это терпимость в переводе с латинского. То есть, человек, который, если брать социальные модели, человек, который толерантный, если на русский перевести, да? Мы же, как говорится, исправлением имен занимаемся, даем всем вещам их истинные названия. Вот зачем нам использовать латинское слово? Есть прекрасное русское слово, которое полностью отражает смысл происходящего. Это называется терпила. То есть, человек толерантный, это, по сути, свои терпила. Ну, по сути, да? Дословный перевод. Это не я придумаю. Можете открыть Википедию, какой-нибудь словарь, и там будет написано. Толерантность-терпимость. То есть, толерантный человек, если переклад на социальные модели, это терпила. А к чему он терпит? Он терпит какое-то плохое отношение к себе. Он терпит разрушение каких-то норм и традиций, существующих в его обществе, в его голове, в его сознании, да? То есть, помощь этой толерантности навязывается социальным группам, обществам, народам. Разные чуждые для них правила, законы и установки, да? Вот всякие однополые вещи, там, педофилия и прочие вещи, да? То есть, терпимое отношение к таким явлениям, это называется толерантность, да? То есть, вот, например, в середине прошлого века за мужеложество в той же Америке, да, или в Британии была уголовная ответственность. А сейчас эти мужеложцы с помощью вот этой толерантности, да, то есть, терпимости, превратив народ в толерантных, то есть, терпил, они стали, фактически, там, у руля государств, во многих странах, там, министрами являются и высокопоставленными чиновниками, что было немыслимо, я еще раз говорю, даже в середине прошлого века. Вот что делает толерантность. Это инструмент по разрушению не только физического организма, как в медицине, да, но по разрушению социальных моделей, норм, устоев общества, традиций. Вот для чего ее используют это самое явление толерантности. И тут надо задать себе вопрос каждому, да, а готовы ли мы быть терпилами или нет? Ну, так вот, по-честному. Опять же, с чем это вот связано, да, мы же на Кавказе живем, и у нас свои нормы есть, свои традиции, веками выработанные какие-то условия жизни, нормы поведения, традиции, в общем, знаменитые кавказские традиции, кавказские законы, да, кавказские традиции, в Осетии Ахдау, это нормы поведения, этика, по сути. И когда люди приходят и говорят нам про толерантность, это значит то, что наши Ахдау, наши нормы поведения, наши кавказские традиции, они являются чем-то отжившим, ненужным, а нужно вот принимать их новые толерантные нормы. А почему мы должны это делать? Я не понимаю. Почему мы в своем обществе не можем жить так, как мы считаем нужным, так, как предки наши жили, соблюдая нормы и традиции? Потому что что такое дисциплина? Дисциплина – это соблюдение норм. А если норм нету, тогда и дисциплины нету. Ведь толерантность очень сильно разрушает социальные группы и сознание молодежи. Вот, когда сейчас началась эта специальная военная операция, сколько сот тысяч сбежало за рубеж? Ну, порядка пятиста тысяч. Это же толерантные люди сбежали. Понимаете, люди, которым там с молодых ногтей внушали вот эту терпимость, толерантность. И эта толерантность говорит им о том, что им вообще наплевать, кто будет править в России. Китайцы, американцы, французы, японцы. Или вообще этой России не будут. Территория-то останется. Они как говорят? Ну, территория-то останется. Какая разница, кто будет сидеть в Кремле? Какая разница, кто будет нами править? Нам нет разницы, мы толерантны. Понимаете? Это страшное оружие, толерантность. Это страшное, разрушающее общество, любое оружие. И те, кто хотят нам, говорят про толерантность, они, по сути, говорят нам, будьте терпилами. Понимаете? Поэтому, когда вы услышите, вы не толерантны, это значит, вам говорят, вы не терпила. Скажите, конечно, я не толерантен. Я не терпила, это очень хорошо. У меня есть характер, у меня есть там честь, достоинство. Понятия какие-то, да? Нормы, афдау, там, по-разному везде это все называется. Но какие-то вот есть нравственные категории в голове, которые я не собираюсь нарушать, потому что кому-то так хочется. Потому что кто-то считает, что такое толерантно будет, а приятеля не толерантно. Толерантность, еще раз говорю, это терпимость. Терпимость к чему? Ко всяким негативным моментам, которые навязываются каждому обществу. Вот у нас сейчас же все больше и больше туристов становится в Осетии. Ходят, ведут себя по-разному. Очень часто ведут себя несообразно тем нормам, по которым мы привыкли жить здесь. Я сейчас говорю не только про Осетию, а про всех жителей Северной Осетии. То, что русские, что греки, армяне, грузины. Разные национальности, которые здесь выросли, как скажем, и стали там, не в одном поколении, тем более живут, они живут по определенным нормам. У нас определенные кавказские свои нормы и обычаи есть. И люди не соблюдают их. И мы должны это терпеть, потому что мы типа толерантны. А это правильно, как вы считаете? Я считаю, что нет. Не надо быть толерантными. Хамить не надо, но делать замечания надо. Я вот в ситуации недавно стал свидетелем. Стоят на проспекте, в центре города. Я сам на проспекте вырос в центре. Сейчас вот по нему хожу. Иногда бывает ощущение, что я вообще не в Осетии нахожусь. Я не знаю где. В Москве там где-то. Еще бог знает где. Разные люди ходят. И стоят две женщины, курят. Такие возрасте уже, знаете, такие хабалистые. Тетке две лет там, не знаю по сколько им. И курят, стоят там, громко разговаривают, мать через мать. Ну такие его, знаете, как у нас в Осетии говорят, хабалки две. И подходит к ним девушка молодая, такая, ну не знаю, студентка может. И обращается к ним. Здравствуйте. А вы, говорит, наверное, не местные. Они говорят, нет, и что мы типа вот тут туристы. Она говорит, а вы знаете, у нас в городе так не принято вести. Они говорят, в смысле? Говорят, ну у нас вот нельзя, чтобы женщины вот так вот на улице стояли, курили, тем более, говорит, таким языком разговаривали. Это как-то, говорит, у нас не принято. Я вот невольным свидетелем оказался в этой ситуации. И вы знаете, им стало стыдно. Они сказали, да, 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 извините там, да, вот мы так больше не будем. И вот девушка сделала им замечание. Она же не сделала ничего плохого. Она подошла спокойно и объяснила, как сказать, гостям нашей республики, что в нашей республике есть определенные нормы, сообразно которым себя нужно вести, коль вы считаете себя гостями. А когда гость приезжает и ноги на стол кладет, то это уже не гость. Это немножко что-то другое. И этому немножко что-то другому нужно также культурно объяснять, что так здесь делать не надо. Мы не толерантны, мы не терпилы. И у нас есть нормы определенные, которые мы хотим, чтобы соблюдали те, кто называет себя гостями. Понимаете, если мы хотим еще остаться там Осетии, если мы хотим еще остаться Алании, если мы еще хотим остаться Кавказом, понимаете, а не стать тут рассадником общечеловеческих ценностей, рассадником толерантности. Мне бы очень этого не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы слово толерантность у нас стало ругательным. Потому что толерантный равно терпила. Это дословный перевод с латинского. Можете проверить в словаре. Я никого не собираюсь оскорблять. Это перевод. Толерантность терпила. Терпение. Понимаете? А мы все дома не обязаны ничего терпеть. И никаких подобных проявлений, как и во многих других кавказских республиках, уже не терпят. Сразу оговаривают рамки определенные для всех гостей республик. Не будем сейчас показывать пальцами, но вы все понимаете, о чем речь идет. Что есть определенные нормы. И что надо вести себя внутри этой нормы. Если не хотите себя вести внутри этой нормы, ну извините, вы уже не гость. А если же гость, то нежеланный. Со всеми вытекающими последствиями. Но за этой нормой должен кто следить? Мы должны следить. Потому что мы хозяева в этом доме. Это наш дом. Мы здесь родились, выросли, здесь похоронены наши предки. Это наш дом. И смотреть за нашим домом. Это наша работа. Ну как работа? Долг наш. Каждого. Поэтому просто подойти, сделать замечание, культурно, спокойно объяснить. Это же не сложно, правильно? Давайте так будем делать. Давайте не будем толерантными. Давайте делать замечания. Если мы видим, что что-то происходит неправильно. Спасибо большое.